Провитание! Солнце у хату усим! С вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Сегодня наша тема – лучшие длительно цветущие многолетние цветы. Усаживайтесь поудобнее. Почему я делаю такое замечание? Потому что вот некоторые мои подписчики кафедра дизайна Института современных знаний включили меня утром, слушали-слушали и так устали, что или проснулись, а на лекциях им спать хотелось. Поэтому больше не повторяйте такой опыт. Просто сядьте и слушайте меня от начала и до конца. Итак, первое растение – это Рудбекия фульгида, Рудбекия блестящая. Растение на самом деле высокорослое. Его высота порядка 120 см, то есть больше метров значительно. Солнечные яркие цветочки, ну, скорее соцветия, правильно будет сказать, хорошим диаметром 10-12 см. Но самый популярный сейчас сорт, и не только сейчас, а уже последние лет, наверное, 5-6, который называется Гольдштурм. Его высота всего лишь 56 см. И все те же крупные яркие соцветия, которые будут радовать вас как минимум 3 месяца. Для многолетников, я думаю, это не то чтобы рекорд, но очень длительное цветение. Следующее растение, ну, может, кто-то сомневается в моем утверждении, флокс метельчатый. Да, ну, не так уж и долго он цветет. Но тем не менее, если некоторые сорта зацветают в начале июня, в середине июня, и цветение продолжается до августа месяца. Например, такой сорт Уайт. Его высота от 60 до 70 см. И диаметр куста нарастает тоже внушительный, 50-60 см. Ну, это же замечательно. Такой период цветет любимый наш флокс. Еще один сорт, который просто поразил меня, когда я его увидела. И я его, конечно, не устояла и приобрела. Сорт называется Щербет Блэнд. Он уже повыше, 80-90 см. Ну, а окраску цветка даже трудно описать, потому что там есть и кремовые, и лиловые, и желтоватые, и зеленоватые оттенки. И даже на одном соцветии могут присутствовать все эти цвета, а на другом какие-то немножко другие оттенки. Поэтому очень эффектное растение, и цветение его будет длиться с июля месяца по сентябрь месяц. Ну, это же тоже классно. Может быть, не точно вот так вот, и не назову вам точные даты, но достаточно длительное для такой группы, как флокс. Метельчатые флоксы зимостойкие, поэтому очень рекомендую эту культуру. Следующее растение – эхиноцея пурпурная. Все, наверное, ее знают, ее фиолетовые соцветия, нежно-фиолетовые. И когда вы приобретаете эхиноцею, то лучше остановиться поначалу на сортах, которые вот и в этой цветовой гамме, и находятся в этом диапазоне. Светлолиловые, малиновые, потому что они наиболее устойчивые. И цветение их будет начнется летом и будет длиться до самой осени, привлекая бабочек. Сами цветоносы крепкие, прочные. И вот эти шишечки, которые образуются и все больше выпячиваются по мере отцветания, они сохраняют свою декоративность до самой-самой поздней осени. Если срезать раньше и оборвать лепестки, то вот эти вот головки, насыщенно коричнево-практически черные, можно использовать для каких-то флористических композиций. Вот такая вам подсказка. Либо просто для букета из сухоцветов. Тоже сохраняет очень хорошо свою форму. Рудбекия рассеченная. Кто-то даже и не подозревает, о чем я говорю. По-латыни звучит рудбекия лацината. Это наши с вами деревенские золотые шары. Ландшафтники, наверное, подпрыгнут на стуле и скажут, да что же это за растение такое, в чем его декорация. Ну вот, допустим, розы плетистые мы же пускаем на красивую опору или клематис, предоставляем ему хорошую опору, красивую, чтобы он проявлял себя. А почему мы не можем сделать золотым шарам хорошую опору? Пусть это будет не просто там пояс от старого халата или бельевая веревка, а сделайте красивую опору, сделайте красивую подвязку, чтобы он смотрелся как вазон на этой опоре. Ну это же замечательно, вот эти вот золотые шары, я их давно уже не встречала нигде в озеленении, и цветение у них длительное. Да, они, конечно, высокорослые, но зато при этом совершенно неприхотливые. И до самой поздней осени, и до самых заморозков они будут радовать нас вот этим ярким солнечным цветом. Растение невероятно зимостойкое и на одном месте тоже растет очень долго. Поэтому я за золотые деревенские шары. Из Рудбекии хочу еще упомянуть про Рудбекию хирта, которая является скорее таким малолетним растением. И различные сорта, которые при посеве через рассаду, либо даже в грунт, они засветают в этот же год и порадуют вас все теми же оттенками золотисто-желтого, ярко-желтого, коричневого, бордового, с примесью. Может быть однотонные окраски, могут быть двухцветные окраски. Многочисленные сорта, майнефер, майнефрейде, тото, тоторустик, черри бренди. Ну вот сами названия, они за себя и говорят. Там еще что-то с осенью связано. Огромные цветы, которые 15 сантиметров в диаметре. И карликовые растения с небольшими цветами диаметром 5-6 сантиметров выровненные. Замечательные, неприхотливые, никто их не ест, не поражает. Котовник фасана. Ну, пожалуй, это растение, крайне мере, по городу Минска. Вот как-то мне довелось поездить по районам, посмотреть озеленение. И в каждом районе, наверное, это уже какой-то легкий перебор. В каждом районе котовник фасана присутствует. Да, растение замечательное, выносит засушливые периоды, холодостойкое, красивое, конечно, благодаря своим таким вот фиолетово-синим цветкам и длительное цветение. Вот как началось лето, как зацвел он, так и цветет до самой поздней осени. Замечательное растение. Ну, так это я про город сказала, просто вспомнила об этом. Но многие даже и не подозревают про такое красивое растение. Цветоносы длинные и все полностью облиплены цветочками фиолетово-синевых оттенков. Но если, как правило, это сорта достаточно высокорослые, там по 80 сантиметров, то если вы заглянете в магазин процветка, то там обнаружите такой сорт, который называется Кит Кэт. Наверное, потому что коты интересуются этим растением. Его высота уже 30-35 сантиметров и фиолетово-насыщенные соцветия. Или интересный сорт, который будет повыше 60 сантиметров. Down to duck с белорозовыми цветочками, что также интересно смотрится в какой-то композиции. И длительное такое же цветение до самых-до самых-до морозов. Ну и плюс устойчивость, неприхотливость, поэтому берем. Следующее растение – ахиллея, либо тысячелистник. То, что мы привыкли видеть с мелифолиумом, кого удивишь желтыми цветками, скажете вы. Ну а возьмите, например, сорт паприка, у которого насыщено бордовые соцветия, которые по мере распуска и дальнейшего цветения меняют окраску. И цветение начинается в июне месяце, а заканчивается сентябрем. То вот смотрите, июнь, июль, август, сентябрь – 4 месяца. Я считаю, что это хороший выбор. Ну и интересное растение тоже ахиллея, но вид уже называется птармика. И если взять, посмотреть сорт диадем, то он вас удивит и будет уместен в любой композиции ландшафтной. И наполнит такой вот белой пеной высота диадема пониже, сантиметров 40. Даже и ниже бывает, смотря какие условия. И при этом цветение вот уже и сейчас началось в июне месяце. И будет длиться до конца августа месяца, чуть поменьше, чем ахиллея и мелифолиум. Но достаточно длинная. То есть вот весь летний период оно будет радовать нас. Растение, которое мне нравится не только внешним видом, но также приятным терким ароматом – это гайлардия гибридная. Есть еще гайлардия красивоцветущая, гайлардия пульхела. Они немножко отличаются между собой окраской и соцветий, но все это снова же яркие, золотистые. Иногда бордовые окраски с примесью желтого, оранжевого. И все равно оно жизнерадостное и жизнеутверждающее. Гайлардия – морозоустойчивое, засухоустойчивое растение. Даже сами листья у нее, они как бы говорят о том, что они вот сопротивляются всем невзгодам. Единственный недостаток – это то, что когда вы дождетесь семян, то семенные головки, шарики образуются, они колючие. Поэтому помните об этом и собирайте их либо срезать, либо в прочных перчатках, чтобы не поколоть пальцы. Потому что это происходит очень быстро и неожиданно. Кажется, шарик пушистый, а он совершенно не пушистый, а даже с заостренными такими кончиками. Высота 40-70 см. И как начнет она цвести в середине лета, так и будет цвести до конца сентября. Так что все с ней замечательно. Следующее растение – это кориоптиз грандифлора. Могут быть как полумахровые, так и махровые сорта. Начинает цвести в июле месяце, и цветение бесконечное до самых дозаморозков. Бесконечно-бесконечно образуется на многочисленных побегах. Растение образует шаровидный куст. Иногда он раскидистый у каких-то сортов. Может, кто-то захочет подвязать. А может, пусть он себе лежит на соседних каких-то других растениях. И пусть они на него не обижаются. Есть еще кориоптиз мутовчатый. Он цитолистный и розовый. У них цветение, в отличие от кориоптиза крупноцветкового, грандифлора звучит, 2 месяца. Но это тоже немало, учитывая, что окраска у них очень приятная. И легко поддаются любым манипуляциям. Чем еще хорошо это растение, что его можно сеять непосредственно в грунт. Можно делить корневищем. И все будет получаться у вас. Это очень приятно. Хотя семена следующего растения давно уже есть в продаже. В том числе в магазине процветка. Но многие просто, может, не обращали внимания. Глаз на них не попадал. Или они не попадались на глаза. И это растение называется ратибида. Ратибида колумнифера. Ратибида колоновидная. Также желто-рыжая гамма окрасок в одном соцветии. Это цветок, по-простому говоря. Это же корзинка. Там же есть язычковые лепестки и серединка трубчатая лепестков. Так вот, эта серединка трубчатых лепестков, цветков, она выступает прямо как сомбрера. Иногда так и называют. Цветок мексиканская сомбрера. Она очень выпуклая. Ну, просто на сантиметра три выпуклая. Лепестки язычковые, которые, они отогнуты к низу. И смотрится, ну, просто крайне необычно. И растение можно использовать как сухоцвет срезать. И цветение нас интересует, когда же оно цветет. Зацветает в июле месяце. И цветет, включая октябрь, в зависимости от погодных условий. То есть, оно бы еще цвело и цвело, но тут бах и холода придут. В срезке очень хорошо стоит. Срезанные цветы на любой стадии. Ну, потому что вот можно же использовать как сухоцвет. На любой стадии можно срезать. И в течение 10-14 дней, то есть 2 недели. Но это просто здорово. Можно так и оставить потом, или воду вылить, и пусть они стоят как сухоцветы. Вот эта вот выпуклая серединка из трубчатых цветков сохраняется очень долго. Ну, и на закусочку вам растение загадка. Потому что, ну, вот вы уже понимаете, вы же ботанику со мной изучаете. Есть род, а есть вид. Вот, и у видов такие названия, если перевести с латыни. Звучит как великолепная, красивая, исключительная. И это все децентра. Да, это децентра, разбитое сердце. Децентра, которая великолепная. По латыни будет звучать спектабелис. Она, конечно, не скажет, что чемпион. Но я просто уже упоминаю, чтобы вы понимали, какие это растения представляли себе. Это розовые цветочки с беленькими такими там прилепочками. 4 недели. Ну, тоже неплохо для многолетника. Но это самая высокорослая децентра, великолепная. Следующая децентра формоза, которая красивая. Она имеет высоту уже 30 сантиметров. И цветет, начиная с мая месяца. Ну, летом она подцветет. Тоже немало. Следующая децентра, которая называется, красиво звучит, экзима. Либо исключительная. Высота ее уже 20-25 сантиметров. Могу сказать, что еще тот сорняк. Но растет она в любых местах. И будут какие-то уголочки у вас в саду. Там даже в полутени. Может где-то под яблоней. Где-то там в зоне под кустами, где вы ничего не можете посадить. Посадите там. Пусть она там гуляет. Потому что цветение у нее будет очень длительное. И будет цвести она практически до заморозков. Ну, я сказала, что у нее высота всего лишь 20-25 сантиметров. Так это вообще очень хорошо. Ну, вот мой такой топ. Не знаю, не считала и скольки растений. И для того, чтобы этот топ, после того, как вы выберете для себя, может вы нашли, подслушали здесь какое-то растение, которое вы искали, но не могли найти, чтобы оно было длительно светущим. Я понимаю, что урожай огурцов, помидоров и прочих плодов, фруктов – это замечательно. Но после того, как вы их запихаете в желудок и по банкам, по всяким кладовкам, что вам делать? Идти в сад и любоваться бесконечным цветением ваших любимых, неприхотливых, долгоцветущих многолетников. И мне кажется, это очень важно. И это очень приятно и для души, и похвастаться перед друзьями, соседями. Вот какой у меня долгоиграющий, красиво цветущий сад. Это здорово, что каждый год зацветают, развиваются, снова-снова цветут такие цветы. И чтобы поддержать их здоровье, буду рекомендовать вам новый препарат, который называется «Растим цветы». Может, кто-то уже слышал про него от меня в каком-нибудь ролике, но я повторюсь для тех, кто слушает первый раз, что благодаря этому препарату мы добиваемся чего? Мы защищаем наше растение посредством правильной почвы и здоровье растениям обеспечено. Выгодная упаковочка – 200 мл. Разбавляем 1 к 100 и подкармливаем, если растение маленькое, хотя и рекомендует поливать по 0,25 под растение. Но я считаю, что если растение небольшое, если это у вас посаженный недавно, год вашим растениям многолетним, то можно и меньшую дозировку пролить. Ну всё, спасибо за внимание, кто меня дослушал до конца. Подписывайтесь на наш канал, заходите в наш магазин. Кроме магазина, который открылся на улице Кирова в этом году, открылся магазин в районе Комаровки. Я трудно запоминаю адреса, но здесь я запомнила, потому что адрес звучит Куйбышева, 69. Это просто, ну знаете, какой-то инь-янь такой, вот 69, оно так выглядит. Мне кажется, это удачное расположение. Заходите, вам будут рады. До новых встреч!